итак ребят всем привет сегодня у меня будет видео связано шурфом один из товарищей камрады с кем мы познакомились с дмитрием в общем он как бы начинающий у нас кладоискатель вот и он как бы просил да в принципе и многие меня спрашивают на канале расскажи покажи как нужно правильно шурфить если честно иногда мне просто льстят что я якобы король по советам и мастер по шурфу и в общем много лесных слов слышу свой адрес вот и решил действительно оправдать свои ваше доверие и сделать небольшое видео ролик по шурфу все будет подробно вам рассказано как правильно делать а то некоторые видео выкладывает там якобы как шурфить но честно говоря я посмотрел несколько таких сюжетов и просто и сплювался тем что люди просто тупо-напросто лопатят большой объем земли причем за собой оставляют большие котлованы я же шурфлю после себя котлованы практически отсутствуют небольшой наоборот холм создается ну и в принципе все культурное порядочно после себя оставляю после этого никакой житель местный не ругается то что я копаю вот так что сегодня подробно и качественно расскажу и покажу так что вперед так что сегодня еще будем копать с дмитрием именно ему я буду наглядно объяснять но вы естественно будете как говорится присутствовать при этом ну и все сейчас будем выбирать место то есть мы приехали на бывшую деревню но к сожалению никаких ориентиров домов к сожалению не осталось а прошло практически сто лет с этого момента как стояли дома определить место в принципе можно но нужно небольшие навыки иметь так что сейчас я с вами все подробно покажу и расскажу ну а теперь приступим к поиску места шурфа здесь очень много обзорванных уже фундаментов и примерно если вы не знаете как располагалась деревня вы в первую очередь оглядываетесь и смотрите здесь вот однородная вот такая травка и в некоторых местах имеются вот такие вот заросли крапивы другого цвета трава и вообще очень легко определить если вы немножко в курсе но для примера я хочу вам сказать что здесь вот был фундамент потому что первые признаки существования людей это крапива крапива всегда вот растет именно вот таким вот образом везде абсолютно или же цвет травы другой то есть как вон там он растет конопля и естественно вот такие вот деревья в основном растет клен на месте дымовых ям это как сорняк он постоянно везде растет это тоже при признака существования здесь людей как вы видите здесь вот уже есть разработанный фундамент но к сожалению он смотрите какой безобразно законченный фундамент здесь как вы видите он закончил но заканчивать надо было раньше потому что здесь вот на срезе уже видно целина то есть здесь можно было всего-навсего копать на штык то есть видите вот первый слой природный вернее культурный даже вот видите здесь вот керамика вот нужно было в данном месте копать всего на штык лопаты а глубже смысла нет потому что идет целина но в принципе чуть попозже я вам все подробно об этом расскажу и расскажу вот на чтобы не существовало вот таких вот безобразных а я таких возвышенности и всего прочего и так на каком фундаменте начнем для начала осмотрим все места которые можно я знаю что как здесь были дома потому что здесь повторюсь очень много фундаментов взорвано дома стояли вот таким вот образом то есть это вообще здорово то что я имею такую информацию так что нам нужно смотреть вот именно поэтому вот ориентиру здесь был у нас дом и нужно будет посмотреть стоит ли здесь шурфить ну в принципе крапива здесь густая здесь был дом и видно что здесь была домовая яма то есть с погребом такие фундаменты тяжело шурфить потому что все находки находятся внизу а чтобы до низа добраться это нужно будет представляете когда дом рушился это рушилась крыша все стены полы и естественно находки находятся на самой глубине то есть нужно порядка метра в центре выкапывать если начинает фундамент то начинает нужно именно с краев то есть определяете диаметр фундамента то есть здесь небольшие холмы которые остаются от либо от фундика либо от первых венцов дерева вот и находится здесь когда пол провалился а монеты как обычно попадают в щель в половые щели и лишь закатываются под плинтус то есть монеты могут быть по этой окружности в центр можно не лезть а за шурфиться именно по окружности и определить по наличии хороший засыпки в данном случае вот смотрите кто-то делал пробные копы что я хочу про этот пробный коп сказать можно его продолжить в принципе и мы его сейчас с дмитрием сделаем сюда мы не пойдем потому что здесь смотрите культурного слоя нету он находится у нас здесь так что мы будем разрабатывать шурф в ту сторону или же мы еще попробуем если он сейчас природу при культурный слой закончится а он должен закончится вот мы попробуем разработать вот это как вы видите здесь цвет травы совсем другой везде смотрите такая красивая травы к а здесь вот такие безобразные крапива какие-то конопля вот кто-то здесь вот уже пытался делать пробные какие-то но видно неудачно но мы все равно здесь тоже попробуем ну вы все в принципе все и увидеть все сами так что продолжайте смотрите очень много информации вам будет полезной кто начинает шурфить но как вы знаете шурфы у меня практически всегда удачные подымаю приличное количество монет можно проходить целый день по полям и ничего не найти или же немного пошурфить и остаться довольными находками так что продолжаем и так ребята начинаем свой шурф в принципе начнем с того что есть два варианта или же снимаем горизонтальный слой либо же вертикаль я же практикую как например вертикаль то есть просто срезаю отбрасываю срезаю в свое время я делал делал горизонтальный срез первый вот такой вот и просто его выбрасывал потому что он не нужно но проще делать обычно срезаем берем примерно до 10 сантиметров много не будем брать а почему это я делал потому что обычный шурфят с небольшими катушками со снайперками они у нас как вы знаете смотрит недалеко то есть нужно срезать всего на всего 10 сантиметров чтобы потом вот этот ком можно было прозвонить как вы видите я срезаю и природный слой просто идеальный вот таким вот способом срезаем срезаем сколько по количеству до тех пор пока место куда вы набрасываете будет полностью засыпать выброшенным грунт когда вы это сделаете складывайте вот именно вот такими лепешками чтобы было проще прозвонить когда пусть накидываете друг на дружку вы можете засыпать например находку так что в один слой набрасываете когда вы это сделали берете металлоискатель и при помощи прибора прозванивать в данном случае у нас цветных сигналов отсутствует имеются металлические предметы которые нам не интересны что делаем дальше дальше мы углубляемся потому что у нас засыпка и до сих пор присутствует и нам нужно теперь это же место где мы срезали какое какую глубину это вы должны увидеть по грунту если грунт засыпка нас продолжается нужно продолжать углубляться вниз как только появляется у вас целина что такое целина это нетронутый слой то есть природный слой он обычно либо черный а чернозем или же твердый очень твердый в данном случае у нас всего засыпка на два штыка то есть мы прекращаем дальше углубляться и теперь мы расширяем данное место то есть расширяем всего на все у нас получается на два штыка глубже смысла нет потому что глубже находок не будет ну и все сейчас расширяемся и снова включусь когда будет интересная информация итак ребята рассмотрели мы вертикальный способ шурфа а теперь я вам покажу второй второй способ это у нас горизонтальный то есть а пласты срезаем горизонтально и принцип такой же вертикальный срезаем лепешками по 10 сантиметров и отбрасываем уже на участок где прозвонено горизонтальный то же самое кому-то может быть и удобнее но мне вертикальный как-то приелась и в принципе меня устраивает а горизонтальный сейчас вам наглядно покажу срезаем первый слой совсем не нужный потому что вы его изначально перед тем как шурфить вы сначала прозвоните этот участок просто срезаем и это уже не нужны совсем потому что вы предварительно естественно прозвонили вот таким вот способом вы срезая первый слой его можно даже не прозвонить но на всякий случай если у вас прибор слабый то можно прозвонить затем берем прибор и прозваниваем эту площадку которую мы приготовили находок на данном месте нет так что приступаем следующий срезать ряд и так ребят когда вы стоите уже по колено и вам неудобно бросать грунт а как я делаю довольно таки удобно потому что если все перебрасывать и это очень тяжело если в данном случае у меня всего на 2 штыка лопаты это принципе легко просто набрасывайте уже на прозвоненный участок но когда стоишь по пояс или погрузить и фундамент у вас продолжает давать находки как у меня часто бывает на 2 метра в глубине а засыпка высоко то есть неудобно я каким способом поступает тот который слой на наброшен и уже прозвонил я просто в такая лопату и чтобы меньше отдавать сил энергии я просто это вот так вот отвожу и сбрасываю туда дальше это очень удобно и не тяжело если вы будете это снова вот так вот перебрасывать это очень много уходит времени и сил я как делаю стою по грудь этот такая лопату и просто отвожу и вот таким способом очищаю себе дополнительные сантиметры и упрощаю тем самым себе работу это на вооружение потому что итак ребят начинается дождик и к сожалению я наверное не успею надеюсь обойдет стороной продолжаю о шурфе с данным шурфом я наверное закончу потому что мы делали разведку к сожалению сделали разветочку примерно сколько 3 на 3 квадрат изначально было просто известно просто кто-то в свое время начал на самом деле нужно смещаться чуть левее то есть от вас правее вот и сейчас покажу как изначально начинать сейчас я вам покажу конечный итог фундамента который оставляя после себя мне не тяжело так вот оставлять и вы сами в принципе все видели и достаточно подробно рассказать чтобы не было огромных котлован сейчас я вам немного покажу ну а после себя остается вот такой вот участок вскопанный между прочим как вы видите практически заподлицо с настоящим вот грунтом который изначально был все под уровень так что ям после себя не остаются сделал я здесь на два штыка лопаты срезал и забрасывал уже целину так что и благодаря этому меня получается после себя оставлять большие ямы а сейчас хочу переместиться вот здесь сделать пробные штыки то есть как бы определить углы дома сделаю по периметру 4 собака посмотрю на засыпку мне на этом месте шурфить или же сейчас я вам расскажу рекомендацию очень полезно очень сильно ветер к сожалению не знаю будет слышно меня нет но рекомендация состоит в том если вы шурфите берите и короткую а длинную почему сейчас я вам покажу когда у вас имеется такая тлопатка вы постоянно и это большой минус устаешь очень быстро после копа очень болит спина рекомендую вам вот такую лопату а с длинным лезвием очень удобно и причем не устаешь абсолютно и гораздо больше делаешь объем работы вот в данном случае у меня шурф уже в два раза больше так что надеюсь рекомендации вам поможет не так ребята сигнальчик но к сожалению советик сохран конечно половой имеется вот такие вот болячки на ней но это в основном на шурфах интересно то что разбомбил я у здесь вот столбик а столбик это опора полов так что мы в правильном пути и нам нужно вот этот вот небольшой бугорок срезать это наверное были сень или что-то в этом роде но не жилой участок но и здесь тоже теряли как вы видите монетки в данном случае у нас монетка ранее год по год то по моим тридцать пятый тридцать пятого года хотя были у меня тридцать пятого они по моему не ценные но все же забираем итак ребята у меня находка но сначала я вам еще кое-что скажу по шурфу если шурфите хорошая засыпка и встречаются кости разные кости это означает что вы на правильном пути особенно приятно когда появляется у вас обувка это означает что вы находитесь именно там где нужно а именно кости попадаются где у нас имеется кошачьи углы а то есть имеются щели крупные туда естественно падают монетки обувка это означает что рядышком где-то находится вход в дом то есть вешалка раздевалка а сами знаете когда приходят снимают одежку встряхивают от дождя или от снега из кармана все вываливается и естественно все попадает под полы и вот это вот первый признак что вы находитесь именно там где нужно и покажу вам уже первый результат на этом как вы видите я немножко сместился где-то примерно метров на пять в сторону там у нас оказался нежилой участок дома а здесь наверное все таки была спальня потому что рядом еще находится погреб я вокруг погреба сейчас хожу засыпку очень приятно и радует попадается вот как вы видите всякие кости вот такие вот предметы повседневные носки ну и в общем в принципе меня радует вот данные вот место и у нас вот находка находка какого характера это у нас советская монета в очень бодром таком состоянии но шурфе тяжело такие монетки найти но конечно есть и изъяны кое-какие но все равно это у нас а три копеечки сорокового года в принципе приятная находка тем что она не убитая просто есть кое-какие небольшие болячки на ней но ничего страшного в принципе вторая монета на шурфе достаточно приятная есть кое-какой шмурдяк но все же результат шурф дает как вы видите шурфить тоже иногда продуктивно чем ходить по полям целый день и найти там ну можно ничего не найти но шурфа практически постоянно что-нибудь да дает так что продолжаем я думаю что-то у меня вспомнится про шурф про обучение и я вам буду дополнять кое-какие нюансы так что смотри и учись и так ребят на этом я и закончил свой шурф в принципе немножко пошурфили немножко находок подняли за моей спиной находится тот самый шурф который мы сегодня разрабатывали надеюсь все находчиво вам рассказал и понятно как что и почему как вы видите шурф полностью сглаженный нету никаких ям так что я думаю будет полезной информацией именно соблюдать вот такие вот и небольшие правила по шурфу надеюсь моё видео было кому-то полезно понятно и доступно если вопросы возникают пишите в комментариях буду признателен всем отвечу если какие вопросы возникают тоже обговорим и буду какой-то вам давать совет ну надеюсь за свой труд и за мой выпуск а именно правила по шурфу как это делать вы оцените делал я специально для этого потому что много встречаешь огромных котлованов которые просто знаете раздражает тем что наковыряли кучи всего за собой не прибрали надеюсь видео вам было полезно на этом и закончу всем пока и удачи ну и естественно ставьте за видео палец кверху ну и удачи на шурфах и